Добрый день, уважаемые члены Президиума! Мы представляем вам наш доклад «Первичная головная боль и дисфункция височно-нижно-челюстного сустава» докладчики Семеновича Анастасия Сергеевна, Кузнецова Екатерина Юрьевна, наш научный руководитель Салин Екатерина Анатольевна, университет кафедры неврологии. Дисфункция височно-нижно-челюстного сустава придается большое значение как к аморбидному расстройству при головной боли. Распространенность дисфункции височно-нижно-челюстного сустава составляет от 5 до 12% популяции. Притом у женщин она встречается в 3-5 раз чаще, чем у мужчин, а пик заболеваемости приходится на возраст от 20 до 40 лет. В патогенезе дисфункции височно-нижно-челюстного сустава выделяют ортопедические нарушения, позу с выдвижением головы вперед, при длительной работе за компьютером, открытый и глубокий прикус, вредные привычки, такие как сжимание челюстей в стрессовых ситуациях, утяживание предметов под подбородком, подпирание подбородка рукой и дефект зубных гипот. Дисфункция височно-нижно-челюстного сустава это нарушение координированной деятельности сустава вследствие нарушения окруза зубов, взаиморасположения элементов сустава и функции мышцы. К клиническим проявлениям дисфункции височно-нижно-челюстного сустава можно отнести одностороннюю боль в области слухового прохода, нижней челюсти и щеки, а также головной боль в височной и затылочной областях, усиление боли во время движения нижней челюсти, при жевании, ограничение движения нижней челюсти и шумовые явления в суставе, такие как треск и хруст. Пациенты с дисфункцией височно-нижно-челюстного сустава нередко обращаются к неврологу с жалобами на головную боль. Поэтому необходимо проводить дифференциальную диагностику между данным заболеванием и первичной головной болью, в частности мигрению и головной болью напряжения. Клиническая характеристика головной боли напряжения это двусторонняя боль умеренной интенсивности сжимающего не пульсирующего характера по типу обруча, которая не сопровождается тошнотой, рвотой, фото- и фонофобиями. Среди основных провокаторов является мышечный фактор и эмоциональный стресс, который способствует повышению тонусу мышц головы и шеи. Критерии мигрени без ауры По крайней мере, 5 приступов соответствуют следующим критериям. Приступы головной боли длительностью от 4 до 72 часов. Головная боль имеет как минимум 2 из следующих 4 характеристик. Это односторонняя локализация, пульсирующее качество боли, умеренная или сильная интенсивность боли, усиление при обычной физической активности или требует прекращения обычной физической активности. Во время приступа головной боли, по крайней мере, один из следующих симптомов. Тошнота или рвота, фото- и фонофобия. Теперь хотим представить вам клинический случай, который был описан Ляшевым и Якушовой в их статье. Пациентка долгое время страдала от приступообразной головной боли, ломящего характера, в области верхней челюсти справа. Неврологом после проведенного МРТ был поставлен диагноз мигрень-бизауры и назначена терапия препаратами из группы трептанов, которые спустя некоторое время перестали помогать. После повторного обращения к неврологу был назначен карбомазепин, который имел лишь частичный противоболевой эффект, и боли в области верхней челюсти справа стали постоянными. При этом у пациентки наблюдалась асимметричная лицевая деформация и гипермобильность в области обеих суставов. К лечению были привлечены ортодонт и челюстно-лицевой хирург. В ходе комплексной терапии, в результате которой была проведена операция на сустав для устранения его дисфункции, состояние пациентки улучшилось, приступы стали возникать не чаще одного раза в месяц. В связи с тем, что болевой синдром в области лица может иметь разнообразную теологию, очень важно проводить пациенту комплексный осмотр с участием неврологов, томатологов и челюстно-лицевых хирургов. К методам диагностики дисфункции височно-нижнечелюстного сустава относятся пальпация височно-нижнечелюстного сустава и жевательных мышц, рентгенография, а также стимуляционная электронейромиография жевательных мышц. В заключении хотелось бы сказать, что для определения причины головной боли и назначения адекватного лечения необходим мультидисциплинарный подход при анализе определенной клинической ситуации. На этом у нас все. Спасибо за внимание.